Почему я это не сгоняю? Потому что ставишь в шкурку мандарина или апельсина, она нюхает, ей не нравится, она сваливает. А потом она привыкает к шкурке мандарина, сдвигает ее в сторону и лезет сюда. У меня сейчас лопала три стакана просто кваши из козлевого молока. Я ездила в выдры, у нас там сыночка. Я что-то привыкла, что солнышко и наверняка холодный ветер, и надо взять с собой куртку и кофту. И поехала в джинс. Сначала хотела одела штаны спортивного костюма, а потом переодела джинсы. Подумала, что будет жарко. Одела кофту от домашнего костюма, брюк от которого уже сто лет как нет. И думаю, наверное, надо одеть ветровку белую, а потом что-то одеваю ветровку белую, думаю, да мне же еще надо досада, а там как бы не особо-то и чисто. В люку сру эту белую ветровку. И взяла с собой желтую ветровку. А потом вернулась, а и думаю, наверное, холодно. Вот, ну как бы не совсем еще и вышла из дома. И взяла еще кофту спортивную. И в итоге кофта и куртка у меня, и еще наушники взяла. Вместе с наушниками ехали в велосипедной тележке. А еще сейчас о грустном. У меня такое ощущение, что есть люди, но существуют, по крайней мере, люди, по крайней мере, в этом городе. Я думаю, что еще где-нибудь существуют такие люди. Короче, существуют такие люди. Я надеюсь, что только в нашем городе, потому что иначе это плохо, когда с такими хорошими людьми, по типу меня и другими людьми хорошими, случаются не очень хорошие. Которые, знаете, вот придите, ну идете, у человека что-то упало. Вы говорите, извините, пожалуйста, но у вас вот упала вещь. Человек поднимает, да, и все счастливы. А идет какой-нибудь очкарик, типа меня. Я, допустим. У меня, ну я уложила вещь в одно место, скажем так, корзиночку велосипеда. И она мимо не могла упасть, потому что в корзиночке велосипед, даже сквозь корзиночку велосипеда не могла упасть, потому что там такие дырочки малюсенькие. И эта вещь не могла оттуда выпасть никак. Допустим, кто-то идет мимо. Подобный вам велосипедист. Тоже везет велик. И вы сталкиваетесь. Вот вы-то не обратите внимание, потому что как бы торопитесь, то все. Первый вариант. У вас взяли из велика, да, вот такую штучку. А второй вариант тоже был подобный случай. Был примерно в одном и том же месте с разными людьми определенного возраста и одного пола. У вас падает, допустим, вещь какая-то. Человек видит, а вы нет. И человек подождет, пока вы отойдете от метра три и поднимет эту вещь. Нет, ну, как бы два варианта. Человек может поднять эту вещь и сказать, девушка, извините, пожалуйста, у вас тут упали ножницы, да? И девушка оборачивается, возвращается, говорит спасибо и поднимает ножницы. Все счастливы. А второй вариант. Зачем говорить, что ножницы упали? Я же бедное несчастное существо. Не будем говорить примерно возраст. И не будем говорить конкретный пол. Да, вот она сегодня скинула изюм, рассыпала. Мне пришлось этот... Ну, да, я понимаю, что теперь изюм нельзя тут хранить. Надо его убирать, потому что, ну, нам интересно. Мы увидели изюм, раскидали. Изюм несъедобный. Обратно изюм мы собрать, конечно, не могли. Поэтому оставили как есть, пока хозяин ночью спал. С курки мандарина нам ничего не делают, потому что мы уже к ним привыкли. Ну, короче говоря, у меня с кому недели сегодня ножницы. Как бы говорится, не пойман не вор, но если вдруг мне этот человек встретится, вот мне интересно, ей хватит совести посмотреть мне в глаза. Как бы, мне кажется, велосипедисты, они как бы солидарны друг другом должны быть. Но даже среди велосипедистов бывают днища полнейшие, которые могут наглым образом поднять то, что кто-то по ошибке выронил, даже видя, что эта вещь нужна и недавно пользовались, и забрать себе. Желаю, чтобы таких людей было поменьше, и чтобы она действительно ограничилась только, допустим, нашим городом. Вот кошечка. Алиска. Алиска, кстати, перепала просто к вашке. А в стаканчике уже мне просто было интересно, она как она на мне сидит, сидит так это, на меня косится и на стаканчик, а потом ее, видимо, переселила любопытство, и она пошла по стаканчику. Мне там вроде что-то с Алиэкспресс пришло, то, что я заказывала. Одно в почтовый ящик положили, а другое, видимо, не влезло и положили только бумажку. Но в ложку положили задним числом, поэтому я обнаружила уже, когда вот был День Победы. Поэтому я сейчас вот пойду за этой штучкой. Маленький в ложек. Алиска. Хулиганищина. Лазаешь где не надо. Второй день лазает на тумбочку, которая в комнате, маленькая такая. Вот Тишка не лазал так вот. Он, конечно, лазал везде, он по большей части лазал или схулиганить, потому что хозяин там не обращает внимание или еще что-то. Или скоммунитесь, чтобы сожрать. Потому что что это хозяин ест, они не угощают, да? Ну там бабочка. Мы, видимо, на бабочку смотрим. А может вообще. А это и тупо все везде любопытно. Она лазает так вот. Вообще лазит, лазит, лазит. Ищет, чем поиграть. Ищет просто так. В каком-то плане, да, плюс. Она мне как бы говорит, Леля, убирай вот это все. Ну, то, что тут было уже убрано. Иначе я это развалю. Я же мелкая кошка, и мне любопытно все. С другой стороны, говорят, что лимонной шкуркой можно отучить. Эфирным маслом можно отучить. Ну, к компу она пока не подходит. Видимо, там все-таки как-то она отучилась. Ну, вот к столу как-то. Лизка. Лизка. Люшку. Стрикозень. Я, кстати, вчера собрала немножко. У нас там ветка обломила ветром сосны. Есть мне собрала все, что было там на ней. Ну, конечно, не все, потому что там еще много иголок было, времени немного не хватило в итоге. А, да, зрители отяжались, что мне вчера пчела сполкнула. Мне вчера пчела укусили. Пришлось есть две таблетки. Одну от аллергии. Супрасти на другую. Аналлерген, чтобы не болела, потому что что-то так вот под коленом. Изнутри ноги, с правой стороны. Ну, на правой ноге, короче. С левой стороны. На правой ноге с левой стороны. Изнутри ноги. Короче, как-то так. Очень что-то так болело. У меня даже голова закружилась. Но у меня второй раз вот так в прошлом году тоже куда-то так вот укусила. Один раз не больно, а второй раз укусила головокружение. Так что в этом году меня пчелки уже, это, чпокнули. А крещение пчелой случилось. У меня все на камеру я хочу написать. Но вот вчера она так бесилась, что у меня уже кровать была разобрана. Я хотела пораньше лечь, ибо она была рано вставать. Не так, конечно, рано, как в понедельник в 5.20. Но все же рано. И в итоге я что-то потом оказалось, что камера разряженная. В итоге я ничего не записала. Но зато я сейчас пишу на телефон. Но, соответственно, будут без монтажа. Как допису, так и залью. Ну что, пока, зритель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова